28opt.ru – крупнейший интернет-магазин тату-оборудования в России. Более тысячи реальных отзывов ВКонтакте, более 10 тысяч покупателей по всей стране. Профессионалы выбирают 28opt.ru Привет! Ты на канале Дневник Тату, меня зовут Влад. И сегодня я тебе расскажу, что такое тату-зависимость или синяя болезнь, объясню все симптомы и последствия и расскажу, как избежать этой болезни. Поехали! Хоть я сам и тату-мастер, но никогда не интересовался таким явлением, как синяя болезнь. И каким же было мое удивление, когда на сайте Википедия я нашел целую статью на эту тему. Тату-зависимость или синяя болезнь – это термин, употребляемый как среди тату-мастеров, так и среди обычных носителей тату-уробок для характеристики формы психологической зависимости от данного типа модификации тела. То есть, другими словами, это желание снова и снова приходить на сеанс и вбивать себе рисунки под кожу. Давай, засунь меня иглу. Но с чем связано такое желание? Неужели людям нравится терпеть боль, лежать под несколько часов в неудобных позах, переживать по поводу результата и все такое прочее? Оказывается, да. Давай еще. Но я уже закончил. Давай еще, сука. Да, люди – странные создания. Сначала орут, что это больно, а потом приходят и хотят еще и еще. Дело в том, что набить новую татуировку – это примерно то же самое, что купить себе новую охранительно дорогую вещь, о которой ты мечтал последние два месяца. Например, мотоцикл или новый комп. Ты страдал, недоедал, во всем себе отказывал, жил как последняя бичара, но как только ты купил себе то, что ты хотел, ты чувствуешь себя королем мира. Ты чувствуешь себя чрезвычайно крутым и классным первые пару месяцев-полгода. А что потом? Эта вещь уже не такая уже и новая. Мотоцикл поднадоел, комп начинает тормозить, и ты начинаешь жить такой же серой жизнью, как и все остальные. И что ты делаешь? Снова начинаешь страдать, собирать себе на новую вещь, чтобы купить ее и опять оказаться на вершине мира. Я думаю, сейчас каждый узнал себя в моих словах. Данная схема абсолютно точно повторяет действия и ощущения человека, страдающим тату-зависимостью. Ну и хуйню он несет, согласен. Но это лишь одна из причин ее образования. А вот вторая. Тебе 16 лет, и ты пиздец, как сильно хочешь себе татуху. Но работать в падлу, потому что Дота сама в себе не поиграет, а из финансовой помощи мама пока что дает только подсрачники. И ты берешь и находишь самого дешевого мастера в твоем городе, покупаешь ему Балтику-девятку, садишься и, зажмуривши глаза, терпишь эти несколько часов так называемого сеанса. И как результат, получаешь, собственно, то, за что заплатил. Какое-то непонятное расплывчатое пятно, которое ты еще месяц-два будешь показывать своим друзьям, но потом до тебя дойдет, что это самое настоящее, что именно есть, Партак. Хм, что же делать? Не ходи же с этим клеймом на себе всю жизнь как лох. Твой мозг думает, думает и находит просто гениальный выход. Надо вокруг этой татуировки добить себе еще татуировок, чтобы общая композиция своим контекстом прикрывала убогость первого Партака. И теперь ты идешь не к первому мастеру, а уже к другому, который берет за свои работы не пивко, а деньги. Но берет немного, потому что бьет он всего месяц, и работы у него вроде получше, чем у предыдущего мастера. Вроде. Ну вы поняли. И такая ситуация может продолжаться и нарастать как снежный ком, пока вы в один момент не посмотрите на себя в зеркало и не подумаете, Какой же долбоеб! После чего яро начнете интересоваться стилем BlackBorg, который не то что исправит, а скорее прикроет ошибки вашей молодости, которые кричат о себе на вашем теле. Ну и третьей причиной зависимости, на мой взгляд, самой крутой причиной, является банальное наслаждение болью и атмосфера сеанса татуировки. Некоторые ощущения, запахи, обстановка в сумме создают желание вновь и вновь возвращаться в это место и испытывать на себе весь процесс заново. Потому что во время сеанса ты забываешь обо всем, кроме боли. Время для тебя растягивается или наоборот сжимается, и никакие проблемы тебя не беспокоят. Ты, как говорится, находишься здесь и сейчас, душой и телом. И это непередаваемое ощущение. Ну а теперь я расскажу, как уберечь себя от тату-зависимости. Но для начала решите, хотите ли вы этого. Потому что я считаю, что тату-зависимость – это самая крутая зависимость, которая только может быть. Первое. Не бейте себе татуировок вообще. Чтобы не стать курильщиком, достаточно просто не пробовать сигареты. Чтобы не стать тату-зависимым, достаточно просто не приходить на сеанс. Второе. Если уже бьете, то бейте себе большие, дорогие и качественные работы, которые вам не захочется перебивать, дополнять и исправлять. Зачастую люди с большими крутыми татухами реже возвращаются на сеанс, нежели другие. Третье. Имейте много занятий и крутых хобби. Наполните свою жизнь жизнью, как бы странно это ни звучало. Чтобы татуировка не была для вас единственной отрадой. И тогда сеанс татуировки не будет для вас единственной отрадой и спасением от серых будней. Пожалуй, это все, что я могу посоветовать вам на сегодняшний момент. Ну а если выпуск вам понравится, то вы знаете, что делать. С вами был Влад. Увидимся. Всем привет. Вы смотрите дневник тату. И сегодня я вам расскажу, что выбрать. Домашнего мастера или студию татуировки. Покажу все плюсы и минусы выбора, предстоящие опасности и интересные факты. Поехали. Продолжение следует.